здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова рада приветствовать вас на моем канале и сегодня вас ждет очередной небольшой разбор небольшой речи путина там буквально одна минута но для меня как человека разбирающегося в невербальных сигналах тела этой минуты было достаточно для того чтобы сделать определенные выводы в конце видео я обязательно озвучу свои четыре пункта выводов смотрите внимательно давайте начнем уже не будем откладывать этот увлекательный процесс конечно же каждое выступление путина это как праздник для нас с вами а и давайте начинать первое видео сейчас и смотрите что мы видим сразу а он не смотрит на собеседника вон как бы собирается с мыслями да и почему он не смотрит а потому что чувство вины все равно вот по эмоциям видно кстати если хотите эмоции распознавать сразу в обычной речи так когда вы общаетесь с людьми то вот у меня есть мини курс по эмоциям там я прям разложила все свои видео без всякой воды прям все эмоции когда вот эти все видео посмотрите вы научитесь это разбирать ну что называется слету так вот когда он говорит он испытывает чувство вины поэтому ему приходится не смотреть на собеседника и делать определенную паузу дать чтобы собраться и посмотреть кроме того что говорит о том что ну эмоции вины она может быть по любому поводу да но вообще мы когда разбираем сигналы тела в первую очередь нужно в комплексе смотреть и что мы видим ну вот в эмоциях мы видим эмоцию вины а в движениях мы видим что он как бы кланяется он ну такой подавленное немножко состояние хоть у него в руках и есть бокал все равно этот бокал нам ни о чем не говорит ну как бы праздничное настроение не присутствует когда мы видим на человека который сейчас нам пытается внушить что-то позитивное соответственно идем дальше и самое интересное то что начиная свою речь у него приподнимаются плечи и локоть немножко в сторону то есть речь ему самому не очень нравится говорить он ежится отклоняется то есть вот все все сигналы тела говорят о том что говорить ему не хочется ну надо надо что-то сказать дальше идем так видите вот как отклоняется вот как бы сначала локоть в сторону а локоть сторону как мы знаем это отталкивание какой-то информации да ну и о чем же он нам скажет то есть в самом начале мы видим что человеку неудобно ему не хочется это говорить что же он нам сейчас скажет давайте смотреть много шума по поводу ах вот много шума а и обратите внимание как он жестикулирует жестикулирует это хорошо это как бы приподнимает его настроение это позволяет ему немножечко как сказать когда позволяет ему немножечко произвести впечатление что у него все в порядке потому что человек когда он говорит о позитивных вещах он или там когда он эмоционально вовлекается он начинает жестикулировать вот сейчас я тоже самое делаю то есть я эмоционально пытаюсь донести свою мысль но смотрите люди которые хорошо коммуницируют они часто включают эти жесты да и вот могут так вот запудрить нам мозги тем что он же жестикулирует и мы бессознательно понимаем что он чувствует себя уверенно да но обратите внимание на сам жест да он вынул руку из кармана для того чтобы этот жест произвести но смотрите какой он ну во-первых он отталкивающий а во-вторых он не широкий он недостаточно раскрывается в этом жесте и это говорит о том что все таки он подавлен понимаете вот этот жест он чисто для того чтобы вот смотрите вот видите вот коротко очень коротко этот жест сделан он недостаточно широкий то есть если человек достает руку из кармана то этот жест предполагает быть более широким если человек действительно эмоционально вовлечен а если он пытается нам произвести впечатление эмоционального вовлечения он ему сложно этот жест вот полностью скажем так энергетически наполнить и поэтому этот жест получается довольно укороченным а вот в данном случае мы это видим получается что и опять рука возвращается в карман то есть жест недостаточно широкий и рука обратно прячется кисть вот в этом жести было совершенно не активно вот чем активнее человек жестикулирует именно кистями да тем больше он хочет нам донести своих эмоций тем больше он скажем эмоции у него свободно летят что называется а когда свои эмоции зажаты когда вот а как правило эмоции зажимаются когда мы боимся чего-то да а боимся чаще всего это значит что мы пытаемся врать наше тело ему сложно сложно врать тело понимает ответственность за вранье и соответственно старается меньше врать ну вот и это мы видим наших ударов по энергии видите шаг вперед ну немножко можно сказать собрался с этим да и физической инфраструктуре видите там была пауза так смотрите отвращение поджимает губы челюсть вперед вот это вот смотрите получается вот это для него вызов и здесь смотрите получается если человек готов драться то у него будут больше жесты активные и поднимется челюсть челюсть пойдет вперед здесь она действительно пошла вперед но на фоне во-первых отвращение и поджимания губ это говорит о том что с одной стороны он хочет от этого абстрагироваться с другой стороны у него зреет агрессия он хочет драться но вот все таки ему надо отойти то есть это как в драке понимаете нужно определенное расстояние для нанесения удара либо уход от удара до соответственно но все равно злость то она есть да ну тебе приходится уходить от удара вот здесь скорее уход от удара да но злость копится злость есть в бессознательном да но драться пока он он предпочитает немножко отойти то есть вот этот то о чем он говорит это вызывает в нем желание отойти нежели отстаивать свою позицию о чем это говорит о том что человек недостаточно уверен своей позиции соответственно так мне надо себя сделать чуть поменьше или убрать секундочку прошу прощения что-то я занимаю слишком много пространства а мы все-таки разбираем другого героя ада значит идем дальше видите как до переступает расширяется то есть здесь у него две противоречивые скажем так позиции да с одной стороны хочется убежать с другой стороны надо надо показывать свою силу надо драться да и в общем то даже если будет драка то драка не потому что он чувствует скажем себе уверенность когда мы полностью чувствуем уверенность том что мы готовы отстоять свою позицию мы все абсолютно в нас будет кричать о том что я буду драться понимаете а когда вот это противоречие так или так то недостаточно уверен или недостаточно ну скажем может не время еще драться да может еще как какие-то причины ну то есть человек не совсем готов драться но опять таки ну сейчас не хочу своих домыслов да но это часто бывает когда человек недостаточно пока уверен своей позиции вот так вот ну я я стараюсь быть политкорректной но не знаю получится у меня весь разбор так сделать но вот так вот сегодня да ну в общем видим соседней страны вот а насчет соседней страны там локоточком так в стороночку то есть мы с вами знаем что и и вот вообще конечно это очень показательно когда он говорит об украине он всегда вот абсолютно всегда отталкивает локтем и это говорит о том что вот он настолько не любит украину настолько вот она ему прям как кость в горле вот это ну и в общем-то как бы он там не говорит ну хотя он уже не не стесняется в выражениях и во всех своих целях да но вот как бы изначально если он там нам рассказывал про то что он хочет добра или чего-то хорошего не верьте когда вот идет от такое отталкивание локтем это отторжение от бессознательное отторжение то есть вот я не люблю это да вот да я я ни в коем случае не говорю что путин должен любить украину он нам всем показал свою любовь да но вот когда мы видим это в обычной жизни человек говорит о другом человеке например и отталкивает локоточком ищите что там вот неприязненное присутствует вот прям серьезно а да значит и при этом смотрите презрение но челюсть низко и это говорит о том что мы помним вот самбурскую буквально недавно я разбирала да и когда она говорила о своих недостатках она как раз вот с презрением говорила но челюсть держала низко то есть она себя обвиняет вот это презрение оценка эмоция презрения это оценка оценка себя по сравнению с другими да если ты оценивая себя говоришь я красавчик челюсть автоматически идет наверх и там идет ну действительно я красавчик а вы все плохие по сравнению со мной да а когда вот так вот идет с низкой челюстью и презрение то есть все таки я недостаточно хорош для того чтобы решить этот вопрос я недостаточно хорош вот в этой ситуации и бессознательно бессознательно он конечно же понимает что просчитался конечно вот тут уже знаете просто много сейчас версия почему и стала разбирать этот вообще этот маленький фрагментик а потому что было много версий о том что может быть ему там не недостаточно он информирован ему там приносят какую-то информацию у него нет интернета у него нет ничего ему там что скажут то он и верит да вот здесь я вижу что он действительно информирован и действительно чувствует что просчитался вот как ни крути для меня это показатель для меня ну я понимаю что здесь действительно вот такая ситуация а никак не то что он там белый пушистый не знает ему там что-то рассказали его ввели в заблуждение нет неправда его не ввели в заблуждение это четко он по крайней мере вот сейчас он четко располагает информации и понимает что сейчас происходит поэтому здесь можете мне не рассказывать про то что да но и вообще знаете вот то что он не называет украину украиной это тоже показатель это же избегание избегание психологическое да он действительно очень боится украину и украинцев и это мне тоже очень понравилось по-человечески до понравилось ну и с первого же фрагмента я вижу что он подавлен вина подавленность и попытка избежать избежать больше нежели попытка драться ну идем дальше следующий фрагмент да мы делаем это видите а он признается в том что он делает это преступление это это называется преступление и он сам же сейчас скажет о том что это называется геноцид да вот вот это вот то что он бомбит инфраструктуру да вот лишает людей электричества и как он это говорит он понимает всю степень ответственности и говорит это с челюстью низко отклоняется вот да видите он признает о чем это говорит о том что вот то что он делает бессознательно ему это не нравится и он чувствует он знает что он делает плохо поэтому вот это как бы с одной стороны это драка да но если ты прав и ты отстаиваешь свою точку зрения ты будешь это говорить с высоко поднятой головой ты будешь это как вот представьте если вы попали в передрягу да и вам пришлось отстоять свою там не знаю свою жизнь да или там какие-то еще принципы которые вы считаете важными да вы будете это отстаивать вы будете как бы продолжать драться при этом да вы будете говорить да он же был неправ я я же отстаивала свою жизнь я же там боролась за себя за своих близких ну то есть вот какие-то такие вещи вы будете и вы будете эмоционально в это вовлечены и вы будете об этом просто кричать но здесь же мы видим что он говорит это подавлено немножко даже водка как сказать отступает да и вот-вот ежится до без эмоций и это говорит ну и как я уже сказала действительно ему это не хочется говорить и он не чувствует себя в этой ситуации правым понимаете вот это самое главное дальше никто ночью смотрите вот здесь уже пошел в наступление а и значит что корпус вперед да для него это аргумент того что несмотря на то что он не очень уверенно себя чувствует в том что он это делает да то есть не очень прав не очень правом себя считает но здесь уже пошло от ума что называется ну уже уже пошел аргументы в общем-то это нормально до аргументы предоставляйте в пользу своей позиции да неважно там я считаю прав я или неправ но я предоставлю свои доказательства и здесь мы как знаете ну как в суде что называется вот предоставляешь свои доказательства и для него это как наступление он корпус вперед разворачивается любуйтесь мной да я же прав все таки видите я вам сейчас все объясню да на челюсть приподнимает с презрением то есть уже пошло наступление уже вот в этом моменте он реально считает что он прав и давайте послушаем его доводы видите уже пошел поднял челюсть ну то есть вот вот в этом моменте он уже либо он собрал соотносительно начала своего разговора до либо он сейчас уже чувствует почву под ногами да уже какую-то доказательную базу он может нам предоставить и давайте слушать его доказательную базу при этом обратите внимание что когда он перечисляет свои аргументы он все больше воодушевляется больше эмоций челюсть выше и радость вот самое главное при этом он но это это тоже нормально когда мы как предоставляем свои аргументы мы естественно испытываем радость от того что ну ведь не не нравится быть неправым да вот в первой части своего диалога своего разговора вот высказывания он ну он чувствовал себя не очень правым да а вот здесь вот он действительно чувствует что он прав давайте послушаем мосту покрыть вот сначала отступил но а потом наступил расширяется то есть вот это для него хорошая новость да ну это в пользу его версии понимаете и это хорошо эта новость хороша для него потому что она в пользу этой версии но и прожить и вот первый аргумент получается что удар по крымскому мосту а насколько я помню своего своего началось что 8 октября до когда ударили по крымскому мосту вот что-то этот причинно-следственные связи вот для меня как для человека который наблюдает это все со стороны с 24 февраля а точнее если быть то вообще с 14 года да но вот как бы это это значит вот началось именно 8 октября с в о да но вот по его логике вообще вот как-то знаете вот слушаешь и думаешь можем может я что-то не так понимаю ребят объясните мне в комментариях особенно те кто поддерживает его вот эта логика может я что-то не поняла вот вот эту логику объясните мне пожалуйста ада значит на 8 месяц с в о украина причем это не доказано это не точно это вот по версии российских там российских властей считается что это украина но там есть много доказательств того что там хоть очень даже но есть много разных версий и не факт что это сделала украина да но тем не менее на восьмой месяц с в о украинцы начали да то есть мы их сначала так мирно бомбили а потом они сволочи такие начали нам отвечать вот вот логика вообще замечательно дальше давайте слушать это значит первая версия это 8 октября началось то тут подарок линии электропередачи с атомной электростанции курска а ну вот линии электропередач 16 августа тоже про это все произошло это на шестой месяце своего или или тогда началось это я не пойму вот ну да там по ходу все таки украинские диверсанты хотя хотя неизвестно вот я не знаю там так и не не нашла я ответа кто это сделал но тем не менее да я допускаю что это украина сделала хорошо да получается что началось когда когда я своего началась вот 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 эта логику объясните мне дальше кто не подает воду в донецк не подача воды в миллионный город это акт геноцида никто нигде словом об этом не обморвалась замечательно вы видите что невербально он все больше расширяется все больше эмоций все больше радости вот знаете с одной стороны радость оправдана да что он все-таки есть у него аргументы он перед нами с вами объясняет до свою позицию но с другой стороны вот вот этот аргумент меня просто знаете вот вот убил я не знаю может у меня что-то не так с моей причинно-следственной какой-то вот логикой да но объясните мне пожалуйста вот предположим у вас украли машину да и после этого вам приходят счета за заправку за ремонт за там не знаю налоги и штрафы то есть вы продолжаете оплачивать обслуживание этой угнанной машины в то время как вы не знаете кто на ней катается что с ней происходит вот примерно также точно это выглядит да то есть получается что мало того что забрал территорию еще и давайте мне коммуникации организовывайте да ну это это просто знаете беспределище я не знаю ну вот и радость от того что все таки он перечисляет эти аргументы говорит о том что все таки он не испытывает по этому поводу проблем для него это не проблемы понимаете вот когда человек перечисляет да безусловно это как аргументы в его защиту я согласна что можно испытывать радость но если это повод реальный повод для того чтобы ты что что-то сделал да вот и сейчас ты это описываешь тут должна быть какая-то подавленность вот то что понимаете вот эти что ну вот все что он перечислил это должно было его озаботить как минимум понимаете а он это с радостью говорит то есть это совершенно не проблема для него он просто это говорит как это это для него просто способ себя оправдать не более того это совершенно не повод для того чтобы там делать преступления очередные это просто повод себя оправдать да конечно сейчас мне полетят хейтеры и начнут это писать что это я сама все придумываю что у меня все но ребят ну логически подумайте поставьте себя на место человека который вот совершает какие-то преступления да и вот оправдывает их ну какой-то ерундой вот реально но но просто причем а ладно в общем не буду от себя гнать ну вот так давайте дальше идем значит идем дальше по невербалике потому что я слишком много уже от себя наговорила мне уже есть что за что получить от моих хейтеров а значит идем следующий фрагмент стоит нам только пошевелить что-то сделать в ответ но и смотрите во первых а приставка в ответ прозвучало не в самом предложении а отдельно то есть он пытается усилить усилить посыл да вот это не главное не главное в его вот речи изначально то есть стоит нам пошевелиться вот это главный посыл да а дальше он уже этот посыл усиливает незначительными на самом деле для него вещами но значительными с точки зрения своего оправдания понимаете вот когда мы формируем предложение мы в первую очередь в предложение вкладываем самый главный смысл а когда слова дополнительно туда как бы прицепчиком идут это значит что для нас это не так важно это важно вот с точки зрения юридической там еще какой то но не важно для нас эмоционально то есть то что вот в ответ это это такая приставочка ни о чем ее можно не учитывать при разборе дальше по поводу пошевелиться это просто ну браво это я аплодирую стоя его логике и вообще ну вот просто не знаю пошевелиться это 50 процентов инфраструктуры украины уничтожить за то что они сволочи не заправляют мою машину которую я у них угнал да за то что они не обеспечивают ей нормальное движение у меня там колеса надо менять они сволочи мне зимнюю резину не предоставили вот примерно тогда и вот по инфраструктуре еще только по предварительным оценкам это выходит что ущерба нанесено уже на сегодняшний день более 100 миллиард миллиардов долларов вы представляете вот это это просто вообще не соизмеримо с тем что вот он там от перечислил какие-то какие-то слабые скажем так попытки обороняться до со стороны украины там маленькие ущербы которые там ну просто там даже если это все сделали украинцы да то это не так дорого стоит как он уже нанес да и ну и называет это пошевелиться совершенно несоизмеримо да вот но он это называет пошевелиться и причем в ответ и знаете давайте дальше видите говорит это с челюстью вниз он понимает он понимает что логика у него разрушена полная вернее скажем они у него у него все в порядке с логикой он понимает что логика в его речи совершенно ну вот ни о чем да но и поэтому говорит он замирает немножечко челюсть вниз удивляется да вот удивление ну да ну артист он он может быть благодаря вот этому своему артистизму он и держится так долго у власти до его же так любят многие россияне особенно бабульки которые любят смотреть телевизор которые вот мы видим да ну это это харизма до харизма причем с отвращением облизывает губы вот это на том моменте стоит нам чуть-чуть пошевелиться да вот мы чуть-чуть буквально да что там всего лишь 50 процентов инфраструктуры украины да что там какие-то 100 миллиардов долларов ущерба на какая разница да вот по сравнению с моим мостом любимым да это серьезно шум гам треск на всю вселенную это не будет нам мешать выполнять боевые задачи ну да без воодушевления не будет нам мешать печаль эмоции замирают очень-очень печально он это говорит и ну вот для меня понятно что это все таки его сильно обижает расстраивает и это реально мешает мешает ему выполнять его к кино его задачи конечно он пытается данном донести что это ну тут противоречивые да противоречивые жесты эмоции и он пытается показать что он действительно настроен решительно что у него все схвачено что все идет по плану да но ну эмоции собраны да вот вот все что он делает вот это расширение все она она как зажата очень зажата а значит плечами расширяется и самое главное кивок да то есть не будет мешать но кивает да будет мешать то есть вот это ему очень сильно мешает вот эта вся шумиха которая поднимается вокруг ну вот то что озвучиваются его преступления и ему это очень не нравится и очень мешает поэтому дорогие мои как можно больше озвучивайте как можно больше говорите об этом это это его действительно ему досаждает чуть вас поблагодарить что вы и ваше товарищи делаете это самым достойным образом спасибо большое еще раз поздравляю вас но не удивлюсь если эти лица потом мы увидим где-нибудь среди телохранителей переодетых ну ладно неважно здесь неважно ряженые они настоящие военные важно что действительно как я вам обещала в конце выводы до выводы из того что я услышала и почему я в общем-то стала делать этот разбор значит четыре вывода которые я сделала для себя он понимает что совершил приступ совершает преступление ну вот то что он не в курсе это все ерунда неправда он четко понимает что он делает это первое второе а он как огня боится украину и боится огласки вот он боится двух вещей украину и огласки вот чем больше мы будем об этом говорить тем хуже для него и украину он просто боится как огня так что ребят украинцы вы молодцы вы его запугали а дальше он ищет оправдание в надежде нести меньше ответственность вот вся эта речь была при ну вот была сделана только для того чтобы мы с вами ну хоть немножко усомнились в его вине да но он понимает что таких лохов всего-то россия до его бабульки до которые за него там до сих пор но тем не менее вот людей думающих он не переубедит он понимает но тем не менее он должен это произнести как бы в оправдание себе ищет оправдание о чем это говорит вытекает четвертый пункт если он ищет оправдание то он в своей позиции чувствует себя неуверенно он не в позиции сильного то есть сильный делает и говорит я знаю что я делаю и пожалуйста я даже могу не отчитываться перед вами да я вы потом поймете но здесь он уже засомневался и но чувствует что он проиграл полностью соответственно вот такая история вот именно поэтому я хотела сделать этот разбор я понимаю что не все будут сейчас согласны со мной поэтому в общем те кто не согласны ну что поделать так бывает а со временем я думаю что вы свои взгляды пересмотрите а что касается тех кто согласен не забывайте поставить лайк этому видео и значит не знаю напишите комментарий какой то чтобы как можно больше людей увидела этот разбор я надеюсь что я донесла главную мысль того что я сама увидела и очень хочу чтобы это увидели все украинцы чтобы это увидели люди способные мыслить он действительно очень боится украину и очень боится огласки своих преступлений поэтому рассказывайте говорите везде в социальных сетях как можно больше вот мы мы должны создавать волну вот такой мой посыл этим видео да и благодарю вас за внимание не забывайте опять таки поставить лайк подписаться на канал если вы здесь впервые в общем вот так вот до новых встреч пока пока